Алексей Николаевич, честно говоря, вообще слов нет, дыхание сперло. Ваши впечатления о матче, я представляю, как вам на самом деле было тяжело, потому что мне кажется, вы в какой-то момент даже контроль над игроками потеряли, потому что ни вас не слышно, им было и наоборот, может быть, друг друга не услышали, где-то друг друга не поняли, и все пошло кувырком. Как вы считаете? Ну, во-первых, если вы заметили, практически мы играли одним составом, и, конечно, когда уже мозги начинают уставать, то они перестают думать. Вот я думаю, что это одна из самых главных причин, потому что мы прекрасно говорили, что нужно отстоять, не убежать даже в последние минуты, когда нам там слиснули пробежку и так далее. Плюс очень много, конечно, получили двушников, та же Дьяченко выбежала, когда я поворачиваюсь и говорю, допустим, выходит Кирикиас громко всем, Кирикиас вышла, за ней выбежала Дьяченко. То есть, ну, это именно тот момент, когда уже усталость накапливается и мозг отключается. Поэтому все тут, в принципе, просто. Почему вы сегодня решили играть одним составом? Не было ни Вертушкова, ни Бабенко из-за не очень хорошей игры с Ростовом? Думали, что они побоялись? Ну, я думал, что мы, во-первых, вытянем, потому что мы все игры практически играли двумя составами и, в принципе, готовились именно к четвертьфиналу. Мы понимали, что это одна из самых важных игр будет. Это первое. Второе. Не все мы удовлетворены по работе в защите. Если ты заметил, даже Абуховская вышла только в конце. Ну, понятно, что это был определенный риск, но также появится этот риск во время игры, когда вышли бы молодые. Но все проявили все равно, я считаю, мужество. Та же Надя вышла в Осипову, помогла команде. Так что вы сказали после основного времени? Во-первых, было очень мало времени. Это первое. Второе, что мы переходим на активную защиту 5-1. Это помогло? Я считаю, что это помогло. Мы, в принципе, справились. У нас были проблемы именно по защите 5-1, потому что мы не успевали смещаться. Нам, если ты в концовке заметила, все в центре забили. И Лиза, она уже отключилась полностью. То есть, как бы, она очень хорошо отыграла игру. Ну, тяжело, конечно, играть 40 минут. Практически она играла без замены, только когда удаления были у нее. Поэтому, конечно, тяжело. И в концовке она вот в нужные моменты не вышла. Будем так говорить. Какой день будет завтра у команды? Вот я думаю, либо у нас утром будет пробежка, либо разбор, ну, что-то в этом роде. Ну, хочу что-то... Известен соперник? Все-таки хочу, чтобы не связано было ни с этим, ни с Гамбулом. Соперника? СССР. СССР. В смысле, Москва. Москва. Все, понятно. Спасибо, Алексей Николаевич, большое. Мы желаем вам удачи. Отдыхайте, набирайте сил. Ну, я рад, что все равно, как бы там ни было, как бы наступить... Победа не пахнет. Да, победа не пахнет. Девчонки проявили характер до последнего, поэтому они молодцы. Ошибки, ну, будем исправлять, что же делать. Разбирать. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok